Здравствуйте, меня зовут Коноплёва Евгения, я из Калужской области. В Калужской области традиционная игрушка это хлудневская игрушка. Она изготавливается из глины. Широкое распространение она получила в конце 18 века. В основном игрушку изготовляли в виде свисточков маленьких. Позже стали делать большие деревья и барыни-фигуры. Сегодня я познакомлю вас с лепкой свистульки. Это фигурка медведя. Медведь держит лапти. Так делали древние мастера. Эту фигурку даже клали мальчикам под подушку, потому что медведь это символ рода и мужской силы. Итак, мы возьмем глину. Нам понадобится два кусочка. Из первого мы сделаем свисточек, заготовку. Он называется куржубка. Нужно, чтобы он немного подсох и сохранил свою форму, когда мы будем лепить, чтобы она не помялась. Для работы мы используем губку влажную. Глина – это материал пористый. Она очень сильно впитывает влагу. Если глина подсохла, ее можно размочить, добавив воды. А если глина слишком влажная и прилипает к рукам, то ее можно подсушить. И когда глина будет хорошей консистенции, когда руки остаются практически чистые, из нее можно лепить. Также для работы нам понадобятся стеки. Стеки – это палочки. С одной стороны плоская сторона, а с другой – круглая закругленным концом. Очень удобно делать глазки. А плоской стороной – полосочки. Я сейчас раскатываю шарик и буду расплющивать его резким движением руки. Таким образом мы убираем воздух, оставшийся в глине. И глина не трескается по краям, когда мы резкими движениями ударяем. Формируем свисточек. Отрываем маленький кусочек. Смачиваем пальчики там, где нужно приклеить, потому что вода – самое хорошее средство для скрепления частей. Приклеиваем этот кусочек в место, где будет свисток у нас. Слегка примазываем. Далее делаем вот такие движения. Пальчик направляем к этому комочку и делаем кулечек. Заворачиваем кулечек. Постоянно руки у нас должны быть влажные, мы их смачиваем, потому что глина высыхает быстро, нужно действовать и смачивать ручки. Так, оставшуюся часть мы закрываем вот таким образом. Края загибаем внутрь и соединяем. Аккуратненько, чтобы внутри у нас остался воздух. Вот эта заготовочка называется куржубка. В древности, когда мастера делали, они делали в основном семьями. И нужно было сделать много-много куржубок налепить. И обычно один человек лепил куржубки, другой соединял с основной фигуркой. И таким образом быстро-быстро дело продвигалось. Чтобы сформировать место для свиста, мы аккуратненько срезаем палочкой, стекой. И у нас получается ровная площадочка, где будем прокалывать свисточек. Загладим пальчиками. Отложим немножко подсохнуть. Теперь берем глину размером таким. Из этой глины мы сделаем фигурку нашего медведя. Нам нужно из этой глины оторвать кусочек на лапте, отложить. И из одной фигурки мы будем вытягивать медведя с ручками и с ножками. Отделяем. Верхуголовка будет. Посередине ручки. Так вот я отделяю ручки. Из этой заготовочки уже вылепливается мишка. Формируем головку. Разделяем ушки. Делаем носик. Если одно ушко оказалось по длине, его можно немножко укоротить. Шейку делаем такими движениями, пальчиками обжимаем со всех сторон. У нас получается красивая шейка. Симметрия здесь не важна, потому что, когда игрушка немножко несимметричная, она получается интереснее, живая. Так вот мы сделали носик, ушки. Теперь берем стеку и делаем ему лицо медведю. Ротик делаем круглой стороной, опуская острую сторону немножко вглубь. И ротик получается у нас интересный. Не просто прямой, а с каким-то выражением. Переходим к ручкам. Разделяем ручки пополам. Формируем левую и правую ручку. Так, теперь наш свисточек уже подсох. Мы переходим к самому интересному. Оставляем пока нашего мишку и берем свисточек. Мы будем прокалывать свисток и делать в нем отверстие для свиста. Палочка должна быть чистая. Вытираем ее обгубку. Кладем свисточек на руку от себя. И примерно посередине нашей площадочки делаем отверстие так, чтобы палочка вышла слегка вверх. Для этого я придерживаю большой палец вверху. Вот наша палочка вышла. Берем другую стеку. Опускаем вниз. Вот на таком расстоянии где-то сантиметр от площадочки. И счищаем часть глины, аккуратненько, не повредив свисток. А у нас внутри воздух, мы не забыли. Вынимаем теперь палочку. Нам нужно прочистить слегка отверстие, не задевая края. Часть глины убираем. А теперь палочку опускаем вниз в наше пространство и слегка сдвигаем глину на себя. И часть глины подгибаем к большому пальцу. Сейчас мы делаем порожек для свиста. Его нужно опустить. Когда мы будем свистеть, и воздух должен проходить, врезаться вот в этот порожек. Когда я смотрю, я вижу в отверстие этот порожек. Проверяем на свист. Свистит. Теперь нам нужно соединить мишку со свистком. Берем медведя, стеку, и сзади у него делаем стек и вот такое отверстие. Итак, мы сделали отверстие для свисточка. Это отверстие мы смачиваем водичкой. для того, чтобы свисточек и фигурка хорошо соединились. Итак, вставляем наш свисточек животиком вниз. И кусочки глины вокруг примазываем тщательным образом. и у нас свисточек соединяется с фигуркой. Погладим ему спинку. Все трещинки на глине нужно обязательно замазывать. Иначе, когда она высохнет, то они так и останутся. у нас внизу получился выступ. Это будущие ножки. Мы берем стеку и делаем насечку и разделяем ножки. Формируем правую и левую ножку. Если какая-то оказалась короче, значит, длинную мы укорачиваем. и опять же все заглаживаем. Вот наш мишка уже стоит. осталось дать ему лапти в руки. Для лапти нам понадобится вот такой кусочек. Раскатываем колбаску. еще укорачиваем. Верхнюю площадочку заглаживаем. Чтобы получился ровный столбик с другой стороны тоже. И складываем таким образом, чтобы у нас получилось две одинаковые части вверху. Берем стеку и делаем насечки плоской стороной стеки. Слегка надавливая делаем такие насечки. Вот такой узор напоминает узор на лаптях. опять же смачиваем водичкой и приклеиваем к нашему медведю. Даем ему лапы. Лапки мы тоже смачиваем водичкой, потому что они будут держать лапти, чтобы они крепко держали и лапти у нас не вышли. Глину нужно хорошо примазать, чтобы фигурка была без трещинок. Так, вот у нас какой медведь получается. Берем опять стеку и делаем на лапках когатки у медведика. Так, я делаю круглой стороной, слегка углубляя острую часть. Вот, медведь почти готов. Осталось проделать отверстие для свиста. Вот какой медведь у нас получился. Итак, у нас получился вот такой медведь. Глина пока еще сырая, а когда она высохнет, она станет твердой. Глина сохнет где-то двое суток. Когда фигурка высохнет, ее можно обжигать в муфельной печи, а обжиг происходит при температуре тысячи градусов. А после обжига глина превращается из серой в такую белую, которую уже можно будет расписать, разукрасить красками. Пробуйте, старайтесь, у вас все получится. Успехов вам! До свидания! До свидания!